Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмамали Рахмон во Дворце нации 2 марта принял верительные грамоты от 12 новых чрезвычайных и полномочных послов зарубежных государств. В церемонии вручения верительных грамот президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмамали Рахмону, чрезвычайные и полномочные послы Японии Айки Тошихира, Республики Корея Квон Донг Сок, Арабской Республики Египет Назих Али Баха Аддин Аль Нагари, Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад Саи Мухаммад Аль Арики, Султаната Аман Ибрухим Ибн Ахмад Аль Муини, Государство Израиль госпожа Зиавид Бен Хилель, Королевство Бельгия Анри Ван Тигем, Австрийской Республики Вилли Кэмпель, Королевство Норвегии Джон Микол Квистат, Румынии госпожа Меделина Лупу, Автономного Мальтийского Ордена Иван Лалан Бердутик и Канады Алан Хэнсон вручили верительные грамоты с приветствием руководства своих стран. В ходе своего выступления глава государства, уважаемый Эмумали Рахмон, искренне поздравил всех послов с началом их дипломатической миссии и на этой почетной и в то же время ответственной должности в Республике Таджикистан и с уверенностью заявил, что послы своими плодотворными усилиями придадут новый импульс отношениям партнерства между странами, внесут ценный вклад в различные сферы сотрудничества. Лидер нации, уважаемый Эмумали Рахмон, подчеркнул, что государство Таджикистан в течение 30 лет независимости постоянно стремилось наладить активные и конструктивные отношения со всеми странами ближнего и дальнего зарубежья, расширить ряды своих партнеров и друзей на международной арене. На сегодняшний день Республика Таджикистан установила дипломатические отношения со 180 странами в разных регионах мира и последовательно принимает необходимые меры для устойчивого развития отношений с этими странами. Президент страны подчеркнул, что мы налаживаем и расширяем взаимовыгодное и равноправное сотрудничество с широким кругом международного сообщества в различных областях политики, безопасности, экономики, торговли и в культурно-гуманитарной сфере. Глава государства, уважаемый Имамаль Рахмон, отметил, что абсолютное большинство стран, представление которых сегодня доверено новым назначенным послам, одними из первых признали суверенитет Таджикистана и сегодня являются одними из самых активных международных партнеров нашего государства. Президент страны, уважаемый Имамаль Рахмон, высказался о развитии и укреплении дружественных отношений и многопланового сотрудничества Таджикистана с Японией, Республикой Корея, Арабской Республикой Египет, Объединенными Арабскими Эмиратами, Султанатом Аман, Государством Израиль, Королевством Бельгия, Австрийской Республикой, Королевством Норвегия, Румынией, Автономным Мальтийским Орденом и Канадой. Выразил надежду на то, что новые назначенные чрезвычайные и полномочные послы будут выполнять свою ответственную миссию и прилагать последовательные усилия для достижения благородных целей развития и укрепления дружественных и взаимовыгодных отношений сотрудничества с Таджикистаном, поднимут их на качественно новый уровень. В ходе своего выступления глава государства, уважаемый Эмамали Рахмон, высказался о текущей непростой ситуации в мировом сообществе, подчеркнул, что в столь чувствительной обстановке действенная международная солидарность и сотрудничество. Укрепление взаимопонимания в отношениях между государствами как ключевой фактор стабильности мирового сообщества перед лицом угроз безопасности становится вдвойне важным. В связи с этим сегодня перед нами стоят большие задачи, связанные с дальнейшим расширением и развитием отношений дружбы, конструктивного сотрудничества между странами, отметил глава государства, уважаемый Эмамали Рахмон, и подчеркнул, что дальнейшее развитие партнерства со странами новых назначенных послов в Таджикистан оценивает как неотъемлемую часть внешней политики, а ее перспективу – доброй. В завершении, лидер нации, уважаемый Эмамали Рахмон, еще раз пожелал всем послам успехов по случаю начала их деятельности и подчеркнул готовность правительства Республики Таджикистан оказывать содействие в продвижении их дипломатической деятельности.